Девушки отдыхают 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 А ты на бок поставь Легче будет Да не так Другой стороной Хорошо что хоть кто-то из нас Бережет энергию Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эй, куда вы подевались? Подежурить кто за вас будет? Симка, давай пас! Наила! Ловлю! Эй, куда? Ну, я... У тебя, Ноличек, режим Энергосберегающий В мяч неиграющий Некоторые приборы съедают столько энергии А другие молодцы Работают так же, а электричество экономят На новой технике сейчас можно увидеть вот такую этикетку с цветной шкалой Если отмечен красный цвет, то перед тобой обжора А если зеленый, умная машина, техника класса А Экономя энергию, она бережет природу Но ты и сам можешь помочь планете Вот холодильник Закрывай его плотно И не ставь туда горячую еду Чтобы не морозил зря Не сиди часами с планшетами и телефонами Чтобы заряжать их реже Да и читать Гораздо лучше Не при электрическом А при солнечном свете Вау! 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 Нечестно, я тоже хочу играть! Правда? А как же твой режим? Да я уже столько энергии сберег! Во! Лови, Гейк! Фрик, лови! Ну давайте, вы чего? А вам не кажется, что нам тоже надо поберечь энергию? А мне что делать? Одному играть? Я знаю, на что потратить твои накопленные силы! Ну, Олег, давай тщательнее! Там еще грязь осталась! Правее, правее! И что бы ты делал без наших ценных советов? Может, поможете? В другой раз! Сегодня мы... Энергосберегающие пищи! Гироскутер А ты так не можешь! У тебя фикси-борда нет! Подумаешь! Мне родители гироскутер подарили! Во! Человеческий фикси-борд! Ого! А трюки на нем можно делать! Ха! Еще как! Я бы тебе показал! Только на улице дождь! Ну и что? Эх ты! Он же электрический! Гироскутер похож на скейтборд! Но с большими колесами, в которых есть электромотор! Когда человек встает на платформу и наклоняется вперед, датчики шлют сигнал мотором! Можно ехать! И не только прямо, а задом наперед, а даже крутиться, пока не сядет аккумулятор! Но это не беда! Главное не кататься по лужам и сугробам! Если в корпус попадет вода, гироскутер может сломаться! Так ты дома прокатись! Нет! Тут пол кривой! Хе-хе-хе! Может, ты просто не умеешь? Оп! Па-бам! Ну, езжай! Не могу! А! Его включить надо! Ой! А-а-а! Ой-ой-ой! Ох! Да говорю же, это все пол! Я бы даже на самокате упал! Ага, конечно! Хе-хе-хе! Если ты такой профи, покажи, как надо! Легко! Инструктор Долик всему тебя научит! Повторяй за мной! Только шлем надень! Вот так! А-а-а! Ой-ой! Ай! Хм... Попробуй двумя ногами запрыгнуть! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай! Ух! Хм... Давай задом наперед! Страшно! А ты глаза закрой! Ой-ой-ой! А-а-а! Ой-ой-ой! А-а-а! 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 И потом шлем тебе идет! С таким тренером никакой шлем не поможет! Ах так! Да это тебе! Никакой тренер не поможет! Я и сам научусь! Давай-давай! Вы чего раскричались? Просто кто-то сказал, что на гироскутере ездить умеет, но падать у него лучше получается! Вообще-то дома кататься нельзя Это все знают, кроме вас Но дома можно научиться держать равновесие Давай покажу Только защиту надень Класс! Симка, ты настоящий тренер Теперь я и кататься смогу Хорошо, что он в шлеме И в защите На гироскутерах, сегвеях, электросамокатах Можно легко разогнаться и лететь быстрее ветра Поэтому управлять таким транспортом Надо осторожно Всегда надевайте защиту и шлем Пока едете, будьте внимательны Смотрите под ноги и по сторонам Вдруг на повороте кто-нибудь выскочит А если надо перейти дорогу Слезьте со своего транспорта И идите пешком Помните, что кроме вас на улице Есть и другие участники движения Каждому должно быть удобно Пешеходы гуляют по своим дорожкам Вы катаетесь рядом Автомобилисты едут по проезжей части Здорово, когда все уважают друг друга Дим Дима, ты цел? Мы же договорились Дождь закончится и пойдем Что, не терпится испытать? А, ладно Я тоже разочек прокачусь Сейчас папа тебе мастер-класс покажет И оп Кажется, это у них семейное Любой человек, когда садится на велосипед Или встает на самокат Сразу становится водителем А значит, должен кататься по всем правилам Совершенно не важно, ребенок он или взрослый Это касается каждого Но когда водитель превращается в пассажира Думаете, можно расслабиться? Как бы не так Тут тоже свои правила Самое главное пристегнуться И напомнить другим, если они забыли Во время поездки не высовывайтесь в окно И тем более не открывайте на ходу дверь А еще, пожалуйста, уважайте водителя Вместо того, чтобы бить ногами в спинку его кресла Лучше посмотрите мультики Сенсорный экран Ну как? Приклеил намертво Дим Димыч, наконец-то! Мы пока тебя ждали Все, что можно, уже починили Почти все А я к докладу готовился Птицу фотографировал А тут, понятно, воробей Это сойка Вот синица Смешная, да? И самое главное Бам-бам-бам-бам! Ой Это что? Я снегиря хотел сфотографировать А получился какой-то бам-бам-бам-бам Все из этих дурацких перчаток Пока я их снимал, снегиря уже улетел А зачем же ты их снимал? В них ничего не нажимается Значит, надо сильнее жать Не поможет Ты что, не знаешь, как работает сенсорный экран телефона? Нет И я нет Ну, вы даете им Хорошо, что у вас есть кто-то, кто знает все И этот кто-то ты? Да Под стеклом сенсорного экрана течет электрический ток А тело человека умеет его проводить Поэтому, когда к телефону или планшету прикасается палец Часть тока утекает Люди этого не чувствуют Потому что заряд очень слабый Но датчики, которые находятся внутри экрана Сразу шлют сигнал в мозг прибора И он понимает, что надо делать Ответить на звонок Или написать сообщение Шерсть, из которой связаны перчатки Ток не пропускают А вот если перчатки будут из чего-то другого О, например, из фольги Оберни ею палец Все работает Правильно Потому что фольга проводит электрический ток Ведь из нее перчатки не делают Вот у Кати есть специальные для смартфона А у тебя есть я, которая знает все И как их сделать Ой, как же вам всем все-таки со мной повезло Нарежем из фольги нитки И прошьем твои перчатки на пальцах Чтобы они могли проводить ток? Точно! Готово! Спасибо! Только где я теперь снегиря найду? Эх! А ты возьми фотку в интернете Скажи, что твоя Си! Как это некрасиво! Все, что попадает в интернет, кто-то создает Игры делают программисты Фильмы снимают режиссеры Книги пишут писатели А музыку композиторы Эти люди называются авторами И у них есть авторское право Это значит, что только они могут делать со своим произведением все, что захотят Когда, например, фотограф делится на своей странице снимками Скачивать их без спроса и загружать в другое место невежливо А выдавать чужие работы за свои вообще никуда не годится Перед тем, как использовать чей-то труд Лучше всегда спросить разрешение у его создателя Ему будет приятно Я что, зря старалась? Синка! Там! Па-па-па-пам! Шнигер! Надевай перчатки быстрее! На ту руку! А зачем мы вообще перчатки надевали? Дома-то! Так нам велела Та, кто знает все на свете А, ну да! Как же нам все-таки с ней повезло! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 И что теперь делать? А, найдем фото в интернете Но обязательно напишем, чей это снимок Рентген Профессор опять с рентгеном возится О-о, смотри, смотри! Сейчас пойдет на Лизоньке тренироваться Хм, на ком бы еще испытать А, Лизонька! А? Ха-ха-ха! Кстати, а рентген? Это для гениев, что ли? Ха-ха-ха! Всем подойдет! Секрет рентгена в его лучах Они легко проникают сквозь кожу А через скелет не проходят И на пленке отпечатывается его тень Так врач может быстро увидеть на снимке трещину или перелом И сразу наложить ипс Чтобы кость рослась ровно В общем, рентген – полезная вещь Главное – не делать его слишком часто И всегда надевать защитную накидку Ага, ведь мощным лучам нет чему попадать во все вокруг А внутри мы с тобой тоже одинаковые Давай чудакову попросим Пусть нас просветят Или просветит Ага, забыл, как мы ему колбу разбили? А он не забыл Тогда сами Поближе к камере Генич, Генич, я что, у вас подопытный кролик? Ну, это же просвещение во имя науки, Лиза Во имя науки? Да Ну, ну ладно Вот и чудненько Так, садитесь вот так Отлично И спинку прямо Все, все, секунду Лиза, снимаю улыбочку Хм, у вас прекрасные кости, Лиза А что это? А, что? Шестеренка? Мне срочно нужна помощь Лиза, не преувеличивайте Никакого не срочно Я могу все объяснить Ну, и зачем ты превратился? Сам не понял Испугался, наверное Дай я попробую Снимай! Как же опустить эту камеру? Ну ты скоро? О! Есть! То есть... Нет Допрыгался? Теперь он завис Лиза, это недоразумение Сбой программы Ничего не было Вы? А вы уверены? Я уверен Лиза, сейчас убедитесь Так, Лиза, сидите Только прямо сидите Вот, хорошо? И вот Что там? Оно перемещается Скорая! Скорая! Ничего не понимаю Из-за тебя мой снимок попал на Лизонькин Только нечего было превращаться Да я не хотел Само вышло А, так вот в чем дело Кто вам разрешил пугать Лизию? Ой А мы тут эксперимент проводим Рентген ваш вот проверяем Да? И как? Никак Из-за него мы в шестеренки превращаемся Ой, так у Фиксиков защитная реакция Вас даже рентген не просветит Или просветит А-а-а-а Фиксиков невозможно сфотографировать Да-да, стоит навести на них фотоаппарат, смартфон или планшет Как они сразу же превращаются в винтики или шестеренки Даже такой научный механизм, как рентген, тут не исключение Ведь это не просто полезная привычка, а рефлекс Он есть у каждого из нас с рождения Хотя и не все про него знают Зато сколько любопытных маленьких фиксиков Спаслись таким образом от знакомства с человеком И не сосчитать! Хе-хе! А теперь шутки в сторону Готовы узнать тайну, что у нас внутри Здесь пламенный мотор, светлый ум и добрая душа Ладно, ладно, тише, 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 тише Вот ничего лишнего Да, как шестеренки, мы тоже одинаковые Опять вы! Вот я вам сейчас Стойте! Они размножаются Лизонька, не волнуйтесь Вот ваши, то есть мои шестеренки Вот они Я их в рентгене забыл И у меня в руке ничего нет? Все в порядке А давайте еще разок просветим Во имя науки Интернет-магазин Раз, два, три, взяли Симка, ты лучше слева направо крути Нет, справа налево надежней Может, сами покрутите? А я посмотрю Диссертацию Да, диссертацию защитила Гений Евгеньевич Нет, не поздравил Я же ему сто раз напоминала На то, на чудаков, чтобы чудить Лучше бы к нему сбегали и про Лизоньку сказали Раз, два, четыре, пять Мы починим все опять Эй! Ого! Лучше не мешать И как быть? О, смотри, Фрик Это что? Интернет-магазин? Ага Профессор, наверное, цветы хотел купить Ну, отвлекся Предлагаю Закончить за него Сколько букета Выберем самый большой А это что за цифра? А, количество цветов О, да тут уже все заполнено Имя, адрес и номер какой-то карты Так Ты-ды-ы! Через час приедет За покупками сейчас не обязательно ходить на рынок Или в супермаркет Одежду, еду, технику Товары для животных Все что угодно Сегодня заказывают в интернет-магазине Не выходя из дома Все просто Надо выбрать товар Положить его в корзину И оплатить Только чур вместе со взрослыми Остается дождаться Когда покупку доставят прямо домой Главное указать правильный адрес Как пахнет! Ой, записка Чудакову Г.Е А я-то думала Какому чудакову? Это вам! От него! Сейчас исправим Ли-зань-ке Есть! Еще букет? Ой, у меня же на эти цветы... Аллергия! Какой же у нас чудаков рассеянный! Тут адресат не тот, тут цветы не те Сейчас исправим Имя, адрес, есть! Да что там у меня все время тренькает? В этот раз все должно сработать! Молодцы! Что? Что случилось? От моего имени кто-то накупил кучу цветов Не кучу, а всего три букета Так вы не сообщили профессору? Что сообщили? Ну, там Лизонька плакала А вы заняты были... Мы решили помочь Что помочь? Помочь потратить мои деньги Деньги? Какие деньги? А вам цветы в интернете Бесплатно дали Так вот что это за цифры были Ну, вы же все равно хотели заказать? Да, хотел И уже это сделал А вы... День Евгеньевич Вы не забыли Можно сколько угодно тратить нарисованные деньги В настольных играх Но в интернете Будьте аккуратней На сайтах с играми или мультиками Расплачиваются настоящими деньгами Которые хранятся на карте Взрослым ее выдают в банке или на работе Карту удобно брать в кафе, кинотеатры, магазины Приложил к устройству и сумма покупки у продавца А человеку приходит сообщение, сколько денег осталось Многие пользуются картой прямо с телефона Ну, а главное правило юных покупателей Хочешь что-то купить в интернете, зови старше Ведь всего один клик и деньги уже не вернуть Поздравляю с защитой диссертацией Вы такая молодец Спасибо Ну, зачем было так тратиться? Для вас ничего не жалко, Лиза Да, и уход за цветами я беру на себя Поливать, удобрять Каждый день Ну, не забудьте Поливать лучше справа налево Вечный двигатель Мы первые Никто к знаниям не тянется Привет, Фрик Привет, Гик Пока, Фрик Пока, Гик Ты куда? А урок? У Игрика заслуженный выходной Ой, ах, что придумал? Дворники для очок? Очков? За это отпускают с уроков? Сами что-нибудь придумайте Ха, мы уже кое над чем работаем Тошу изобретаете? Да, покруче твоих дворников Любопытно Завтра покажете? Ха, да без проблем А пока, извольте, идти в класс Интересно Ну, я тебе вчера выходной дал Чтобы отдыхать, а не работать Кстати, а где близнецы со своим изобретением? Я тут Один А Гик скоро придет Но не будем ждать Наш вечный двигатель Представлю я Перпетум модуле Чего? Показывай, показывай Готовы? Та-дам Ну, я домой Но вечных двигателей не существует Представьте, как было бы здорово иметь вечный двигатель Один раз запустил такую машину И она бесконечно переносит грузы Пускает воду по трубам Подает тепло и свет Все это без остановки, зарядки или заправки Ученые веками пытались создать такой механизм Но пока ни одна попытка не увенчалась успехом Ведь сама идея вечного двигателя Противоречит законам физики Опять ты умничаешь Но работает же Надо разобраться Чего разбираться-то? И вообще? Мы обещали Мы сделали Оставайся изучать А мы на урок Да он же без меня все сломает И ты оставайся Так, это я проверил Не устал? Мы уже часто торчим Мы его к розетке подключили Где провод? Тебе надо, ты ищи А-а-а Где-то потайная подача воздуха Или... Колесо само крутится, понимаешь? Само! Бесполезно Может, хватит, а? Ха! Устанавливается А-а-а! Показалось! Все, проверка окончена Это странно Но вы правда изобрели вечный двигатель Ух, дошло наконец Давай, допык профессору А я домой Что так долго? Я чуть не умер Сам покрути Расслабься Выходной наш О-о-о! Гиль, а ты долго продержался? Хе-хе-хе Многие изобретатели Хотят создать что-то гениальное И прославиться на весь мир Только не у всех получается С давних пор Ходили легенды О философском камне Который превращает Любой металл В золото Хе-хе-хе Алхимники Почем зря мешали Всякую всячину Лишь бы добыть его А в древнем Китае Император Жаждал получить эликсир бессмертия Ведь человек, выпивши его Обретет вечную жизнь Сколько шарлатанов Пришло к царю Чтобы объявить Я нашел Уникальный рецепт С надо Но мы-то с вами знаем Что такого рецепта Не существует А настоящий ученый Живет не ради славы А ради науки Вот как это работает Умно Все-таки придется вам дать выходной Мне уже больничный нужен Хе-хе-хе А эликсир вечной молодости Вы тоже можете сделать Два выходных И он у вас в кармане Автопилот Налево Направо Вперед Фрид И давно ты разговариваешь С фиксибордом Хе-хе Зря смеешься Вот сейчас автопилот Настроил И он меня будет сам возить Я ему говорю А он едет Автопилоту Не нужно говорить Куда ехать Вы когда-нибудь видели Чтобы самолет летел без пилота Поезд ехал без машиниста А автомобиль без водителя Такое бывает Иногда машину ведет специальная программа Автопилот Захотел человек отдохнуть Включил автопилот И транспорт едет сам Но только по курсу Который задал водитель Это помогает и сэкономить силы И не сбиться с пути Если дорога длинная Зря старался Я и без тебя знал Просто забыл Ага Думаешь, самый умный? Да Умнее тебя А у меня голова больше Проверим? Давай Хе Мелковато Дай-ка я А так Ты мерить не умеешь Ты тоже Во Сейчас точно измерим Так тоже не пойдет Ох Будем мериться колпачками Чья голова внутрь не пролезет Тот и умнее Я первый об этом подумал А я первый сделаю А вот и нет Ха-ха-ха Оп Ха-ха-ха Ха-ха-ха Сам попробуй Надо что-то поменьше Видал? Как влитой Ты точно утонешь Не-не-не Тяни Там полно места Дальше Не пролезает Ха-ха Победа Не считается Ты тоже перемеривай Ладно дурака валять Все равно проиграл Правда Не снимается Помогай А если открутить? Умно Еще идеи есть? Эээ Пилу и разрезать Это все Что придумала Твоя большая голова? Бежим за помощью К Блассе Здорово Как я побегу? Раз тебе не нравятся мои идеи Думай сам Отлично Я по памяти доберусь Она тоже как автопилот работает Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает Тогда Ты будешь моим автопилотом Вперед! Современные машины Стали очень самостоятельны И речь не только про самолеты с автопилотом На фабриках и в магазинах Наравне с людьми уже давно работают опыты Сложнейшие аппараты в одиночку летают в гости И исследуют другие планеты А некоторые из них рисуют Сочиняют стихи И даже могут сами освоить музыкальный инструмент Получается, скоро умные машины везде заменят людей? Это вряд ли! Ведь даже у очень продвинутых роботов Нет самого главного Поображения Как и умение чувствовать Размышлять И мечтать Это доступно только людям И не поддается программированию Давай, давай! Еще чуть-чуть Вот уж не думал Что быть автопилотом так тяжело Где же Бося? Я тут Гик? Зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее Я выиграл Засунуть голову туда? Умно Очень умно Вот и я даже не понимаю Как тебе это удалось? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Эх, был бы у меня талисман, который защищает от двоек. Уроки надо учить, а не верить в чудеса. Зимка, погоди. У меня как раз и есть такой талисман. Это ж ластик. Непростой. Я с ним пятерку получил. Дим Дима Ильич, дай мне его на денечек. Ну, не знаю. Ладно, только аккуратно. Эх, тяжелый. Наверное, в нем удачи много. Некоторые люди считают, что талисманы приносят удачу и защищают от проблем. Это могут быть самые обычные вещи. Кукла, подвеска или даже простая ручка. А кто-то верит в магические свойства камней, перышек или звериных клыков. В древности даже горстку песка называли талисманом. Перед отправкой в путь путешественники засыпали ее в карман, чтобы обязательно вернуться домой. Да, рассказы о волшебной силе предметов звучат красиво. Правда, пока ученые не нашли подтверждения ни одному из них. Поэтому не стоит забывать, в решении проблем помогают не талисманы, а только твоя голова. Нолик, опаздываешь? Хе-хе-хе, а ластик зачем принес? Итак, к доске пойдет... А мне поможет... Симка, скажи-ка, что это? Это электрическая цепь. Верно. А кто ответит? Работает. Почему горит лампочка? Хочешь тоже? Игрек, почему горит лампочка? Э-э, топ бежит по проводам. И раскаляет спираль лампочки. Совпадение. А мне можно? Давай, на всех хватит. Повторяй домашку. Долик, да что с тобой сегодня? Третий раз спрашиваю, что не пропускает электричество? Сейчас, сейчас. Ха-ха-ха, ждет, когда ему талисман подскажет. А-а-а, вот оно что. И как? Никак. Всем помог, а мне? Хе-хе, он тебе как раз подсказывает. Из чего он сделал? Из ластика. А ластика с чего? У нас урок нерезиновый. Резина? Стирательную резинку или ластик делают из резины. А резину из каучука. Смолы деревьев, растущих в жарких странах. Сейчас, правда, чаще на фабриках делают искусственную резину. Ее перемешивают с красителями и серой, которая помогает каучуку затвердеть. А потом нагревают. Остывшую пластинку режут на кусочки и получаются ластики. Кстати, первые ластики вообще были не резиновые, а из хлеба. Резина не пропускает электричество? Ну, конечно. Докажешь? Работает! То есть не работает! Молодец, Молик. Ну как, помог-то ли, Суман? Помог. Да ладно, я же пошутил. Это простой ластик. Не простой. Я с ним пятерку получил. Но лучше я сам буду уроки учить. Точно? А то, может, у Дим Димыча еще какой-нибудь талисман завалялся. Рубашка. Подождите, я еще одну шутку придумал. Фиксик, который работает в цирке, это гвоздь фонограммы. Пошли. Утюг сам себя не почистит. Ого! А это сладкая вата на палочку. Это хлопок. Я знаю, из него одежду делают. А вот и нет. Она из него растет. Да ну! Мы из этого шарика целую рубашку вырастим. Да, Дик? Самое время. Такой урожай можно собрать. Ай, жаль утюг надо чистить. А? Давай так. Мы займемся рубашкой, а на тебе утюг. По рукам? Но я хочу посмотреть. Ха! То есть мы будем работать, а ты смотреть? Хм! М? Решай. Ладно, я почищу. Фу! Одна рубашка это ничего. Главное не переборщить. Люди покупают столько одежды, только не все ее ценят. Бывают испачкают или порвут и сразу выбрасывают. Куча всего просто так попадает на свалку. Чтобы это случалось реже, носите вещи аккуратно и ухаживайте за ними. Не стирайте слишком часто и при высокой температуре. То же касается иглашки. Кстати, если сушить мокрую одежду на плечиках, утюг вообще не понадобится. Ну а если что-то уж точно не отстирать и не зашить, все равно не бросайте в мусор. Лучше сдайте на переработку. Там из этих вещей сделают автокресло, строительные материалы или просто новую одежду. Здорово, правда? Похоже? Начнем шоу! Растет! Давай, давай! Ползет, ползет! Давай, давай, давай! Еще чуть-чуть! Уже готова? Это разве рубашка? А вон ниточка? Да мы только начали! А ты что, уже все почистил? А, ну тогда за работу! А, перерыв! Ха-ха! Перерыв? А дальше ты знаешь, что делать? Еще не выросла? Эм, приходи, когда полутюга готова будет. Ясно! Хо-хо! Ловко ты его! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! О-о-о! И правда выросла! Сомневался? Хе-хе! Теперь проверим, как ты справился! Ой! Вау! Мама купила новую рубашку! Нолик? Катя, ты что-то путаешь! Ее близнецы вырастили! Ха-ха-ха! Это ты путаешь! Я сам видел! Из хлопка! Э-э-это что? Шутка? Ах, вот они классные! Рубашка же не виновата! Не грусти! Я знаю, что мы сделаем! Но я так и не понял! Одежда-то откуда берется? Хлопок выращивают на поле! Собираются и вытягивают в тонкие нити! Из них на фабриках делают ткань! А из ткани одежду! И везут в магазины по всему миру! Но чтобы все это не вредило нашей планете, вещи важно делать с умом! Экономить воду, электричество! И избегать вредных удобрений! Так что, когда нужны новенькие джинсы или майка, выбирайте те, что сделаны с заботой о природе! Экономить воду, эй! Нолик! Ну ты красавчик! Все чистенько! Фрик, гик, скорее, работы полно! Собираем урожай! Чего? Хотите, чтобы фиксики остались без носков? Вы серьезно? Да! А потом штаны собирать будем! Ладно! Мы поняли! Ну, Олег, давай мы лучше за тебя что-нибудь почистим Угу, без шуток Идет, но сначала носки Подарок Подай, это мое Еще чего? Фрики, ну скоро Сами же звали ноутбук чинить Другой раз Да что нам нашло? Не нашло Нашли Подарок Мне Нет, мне Сейчас узнаем кому С любовью от Баси Так гораздо понятнее Чего тут понимать-то? Подарок один, а вас двое Потому что он мой Обойдешься Думаю, он тому Кого Бася больше любит Первыми подарками были талисманы Люди давали их друг другу на удачу Золото, шкуры, специи Вожди дарили в знак дружбы с соседним племенам Иногда так делали и целые народы Вот статуя свободы в Америке Это подарок от французов А сегодня можно подарить не только вещи А, например, день в парке аттракционов Билет в театр Или поход в кино Ведь эмоции тоже подарок И как выяснить, кого Баси любит больше? Родители любят умных А, это и так понятно Проверим Сто пятнадцать О, вот у меня так же получилось И кто умнее? Пожалуй, никто Это почему? Потому что на ноль делить нельзя Игрик, ты зануда! Родители любят сильных Умнее и сильнее глупости Родители любят красивых И кто из нас красивее? Верта, не томи! Думаете так просто? Вы же одинаковые! Все! С меня хватит! Я первый нашел! Значит, подарок мой! Что? Нож нет! Помада? Для кого? Извините Для самого красивого! Знаешь, это, наверное, тебе Да что ты! Это тебе! Забирай! Ты же первый нашел! Что нашел? Ося! Мы тут твой подарок нашли Случайно! Только мы не поняли Зачем нам помада? А кто сказал, что это вам? Кому же еще? Это я сама себе подарила О? У меня день рождения! Или вы забыли? Порадовать на день рождения маму, бабушку или сестру легко И вовсе не обязательно что-то покупать Можно смастерить подарок самому Например, вот такую розу из обычной салфетки Сначала ее надо развернуть Теперь одну сторону загибаем к центру, но не до конца И наматываем бумагу на два пальца Получился цилиндр Если его сжать, он станет похож на бутон Осталось скрутить вторую часть салфетки И это стебель По пути кончик салфетки отогнуть вверх Вот и листок Красота! Несколько таких розочек Чуть-чуть блесток И праздничный букет готов Такой подарок долго не завянет Бася, мы просто подсмотрели У нас подарок покруче Правда? Мы дарим тебе желание Да! Загадывай, что хочешь О, ну что ж Помните, я просила починить ноутбук Вот, с него и начнем Пошли, Кварик Пойдем, Гик Мы как раз помочь пришли С днем рождения! С днем рождения! Спасибо А вы знаете, кого из близнецов любите больше? Сильного? Умного? Красивого? Я люблю Я люблю их одинаково Они ведь у меня оба хороши Их-ху! Их-ху! Их-ху-ху! Их-ху-ху! Субтитры создавал DimaTorzok